Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Председатель правления муниципального предприятия Ригаснаму Парвал, Нэкс Сайвер Гонтарёв у нас сегодня в студии. Доброе утро. Бодрое утро. Ну, начнем. Много вопросов накопилось. И начало учебного года, как мы сказали, в самом начале. И начало отопительного сезона тоже уже вот-вот скоро. В прошлом году было много поводов. И вы в эту студию тоже не один раз приходили за сезон. Потому что было достаточно много вопросов, на которые надо было ответить. И не все могли дозвониться. С каким настроением вы к этому отопительному активному сезону готовы? С бодрым. С бодрым. Все учли, что в прошлом году было недочеты. Была смена компании, которая предоставляла тепло, по-моему. Нет, которая предоставляла, я бы уточнил, ну, как бы услуги по теплоснабжению. Так, наверное. Ну, по техническому обслуживанию. По техническому обслуживанию, скорее всего, так. Ну да, помним прошлый год. Помним прошлый отопительный сезон. Было нелегко. Нелегко было всем. Ни жителям, ни нам, ни исполнителям. После отопительного сезона провели тщательный анализ. Что, как, почему, что нужно менять, что с этим делать. Как в этой поговорке. Казнить нельзя, помиловать, да. Где запятую ставить, ставить ли ее и так далее. Ну, если так, по аналитике сразу видно было, что система до смены поставщика была децентрализирована. И, то есть, никто толком до конца не знал, не понимал общее количество заявок и проблем. Потому что люди, приходя на объект, когда что-то нужно было исправлять, они говорят, вот раньше мы звонили инспектору конкретному на конкретный номер. И он к нам приходил. И мы знаем, у каждого инспектора было какое-то количество домов. Это была первая уже такая, скажем так, историческая ошибка, что сведения о том, сколько вообще поступает заявок, каким образом все это функционирует, оно было неверное, поскольку все эти звонки, они не входили в статистику. То есть, не подсчитывали, какого количества. Не подсчитывали, да. Из этого никто толком не знал, сколько тогда может быть в пиковое время звонков. Как только это было видно, сразу было наше требование к исполнительному, хотя это не было прописано в договоре, увеличить число операторов, увеличить число линий, да, и открыть новые каналы информации. Это было сделано с их стороны. Дальнейший, скажем так, анализ показал, что не совсем в омре, вовремя была начата именно подготовка теплоузлов в прошлом году. Из этого это все было сделано, ну, может быть, не совсем короткие сроки, но в сжатые сроки из этого был дополнительный стресс, и где-то что-то опаздывало, запаздывало, и какие-то опоздания из этого тоже были, да. Дальше, самые такие большие проблемы все же, анализ показал, что это именно связано с техническим состоянием, в каком состоянии находятся все теплоузлы и вся система по… Плохом, я так понимаю. В очень плохом, да, потому что по историческим уже фактам видно, что в 2012 году РМП высылал всем, полностью всем домам информацию о том, что, в принципе, эксплуатационный срок уже истекает или уже истек всех систем. На то время, как вы помните, было объединив все локальный дом, дом про линии города в один большой РМП, и у домов не было накоплений, в принципе, да, только в некоторых, скажем так, округах были, а не были. Из-за этого была нехватка денег, и РМП своей стороны указывало, что вот системы плохого состояния, их нужно менять, но чтобы их поменять, нужно копить деньги. Ну, здесь как бы никакой большой отзывчивости тоже в то время не было, а остальные жители, да, ну, работает и работает. Ну, пока безработает, так безработает, да. Ну, вот… Вот пришел критический момент, да? Да, и, в принципе, здесь, если так уже проведя полный анализ, ты понимаешь, что вот ни один фактор, было несколько факторов, которые неизбежно один к одному шли, чтобы это произошло. В прошлом году есть у вас статистика, сколько, в каком количестве домов поменяли вот эти системы из-за того, что не сработало, и вот старые системы все-таки пришлось поменять на новые? Это десятки, сотни, тысячи. Статистика, еще все работы проводятся, вот, например, по утреннему запросу, сейчас я вам сразу скажу, в скольких домах еще производится какого-то рода смены. То есть, до начала отопительного сезона еще надо успеть, закончить? Вот, например, статистика этой недели, 36 узлов – это эта сторона Даугавы, они еще, вот, вторая сторона Даугавы, Крайсайск раз еще восемь узлов ведутся ремонтные работы. То есть, несколько десятков за неделю успевают сделать? Они приводятся в порядок, в быстром темпе, и выходя уже, уже переходя на подготовку этого сезона, в принципе, задача с нашей стороны была, как только закончился тот сезон, ребята, сразу готовьтесь к этому сезону, да, чтобы ничто такое больше не повторилось. А если у дома нет этих накоплений, но поменять надо, лопнули трубы, еще что-то, вы предоставляете возможность? Да, конечно, предоставляем возможность, с одной стороны, с другой стороны, Рижская дума в софинансировании Рео дает такую возможность, там определенного рода нужно бюрократической формальности и тому же дому принять своего рода решение. Да, но то, что, может быть, поменялось, то вот, так как я говорю всем, кто принимает решение, ребят, если все очень плохо и без этого нельзя, закон нам позволяет действовать, просто действовать. Да, потому что всегда будет так, что кому-то текет крыша, а кому-то это все равно, да, у кого-то нехватка тепла, а кому-то хорошо в доме, из-за этого тоже нехорошо, ну, как бы все равно. Из-за этого, если ситуация критическая, у моих сотрудников есть мандаты действовать, да, ну, там, это должны быть какие-то крайние ситуации, да, там есть накопления, нет, действуйте, а потом с деньгами уже решим. По поводу тепла, в этом году и с ним летом сообщили, что поднимутся цены на тепло и отопление. Уже поднялись, уже поднялись. Но, может быть, это пока не так ощутимо, да, потому что все-таки отопительный сезон активный еще не стартовал. Насколько, вот если в деньгах средний счет, не знаю, за двухкомнатную, трехкомнатную квартиру? Ну, здесь регулятор уже объявил, да, насколько он поднимется, насколько он поднимется в первые два года сейчас, и потом, что обещают, что он снизится после последующих годов. Ну, наверное, 10-15% нужно рассчитывать, если... Ну, как вы думаете, количество долгов увеличится, например, за оплату? Мы знаем, что и Ригаснам Фарварднекс предлагает, например, после отопительного сезона какое-то время еще расплатиться за зимний счет, да? Надо, наверное, разделить этот вопрос на две части, да, во-первых, что происходит в экономике, да, там, ну, там, торговый центр Альфа расширился, построился Акрополис, да, так как-то все ширше-ширше, лучше-лучше живем, да, и очереди в кассах не меняются. Утром я кружил три круга вокруг вас, чтобы найти, куда машину поставить, да, ну, некуда, да. За оплату. Да, да. Самое интересное. То есть, денег у людей есть, желание платить, ну, или какая-то такая, ну, внутреннее желание быстрее платить долги, наверное, она сама по себе не появится, но мы, с своей стороны, довольно-таки активно работаем с должниками сейчас, да, и из этого, ну, не будет, как в предыдущие годы, что можно было не платить, и, ну, до нас очередь не дойдет, ребята, да, идет и довольно-таки быстро. То есть, коммунальные услуги – это не приоритет у людей? Ну, раньше, ну, как, ну, любой человек тот же, и предприниматель, и, скажем так, и люди, которые, ну, что-то хотят больше. Ну, вот хочется себе вот в этом месте купить телефон или там новые туфельки, ну, на все не хватает. Ну, кому не заплатишь? Оператор отключит связь, да, ну, кому еще, ну, интернет. Электричество отключить. Электричество, да, да. Очень быстро. А коммунальщик ничего же не отключить не может. Ну, чуть-чуть себе потом поопознает, там авансик на работе возьму, если начнут кричать, и как-то закрывай. Потому что это услуга на весь дом, ее отключить невозможно, да, из-за этого, если на все не хватает, люди ее откладывают. Пенсионеры, вот им похвала, молодцы. Самодисциплинированные. Да, они знают, они откладывают, они планируют, вот молодцы. Традиционно. Вот этот вопрос, который часто вам задают, не только журналисты, это, конечно, состояние жилого фонда. Мы понимаем, что какого года дома, хрущевки, литровки, вот что тут можно сделать, что планируется, потому что, ну, всегда возникает вопрос, что в первую очередь. Мы видим и публикации, не знаю, балконы починить, крышу починить, утеплить. Вообще, в каком состоянии жилой фонд? Есть ли у вас такая вот такая инвентаризация, что вообще понять, какие дома нужно срочно вообще уже приводить в порядок? Есть. И, в принципе, экспериментальным порядком мы сделали вскрытие панелей уже в доме, чтобы понять, в каком состоянии швы и место стыка. И, ну, это, конечно, было в одной квартире, только в Литовке. Да, и там показалось, что все хорошо, что если его обслуживать, восстанавливать, что этот дом простоит еще лет сто. Это также вот был ажиотаж в начале года и в конце года, что все плохо, все плохо. Сейчас развалится, срок эксплуатации закончится. Да, 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 все закончится и все, все. Хотя мы все помним, что по СНИПам там было 100-150 лет. Да, всем правильно. В принципе, на самом деле, оказывается, не так-то плохо и строили, да? Да, здесь тоже две составляющие. Строили не так плохо. Строили не так плохо. И когда я общался тоже с людьми, которые в то время были инженерами и строителями и так далее, они говорят, да, была система. Она была отработана по всему Советскому Союзу, как строить. Конечно, всякие бригады, папа, и так далее, но если целиком берем, строили не так плохо. Если мы посмотрим сейчас на уже теперешними глазами, на то, что понастроили в независимое время, тогда другие новые проекты, они намного хуже построены, как дома в советское время. Вторая часть вопроса о том, что как они, будьте здоровы, как эти дома все это время были поддержаны или поддерживались. Да, эксплуатировались. И эксплуатировались, да, что вот первые, наверное, 50, 60, 70 лет, ну, их особо там никто за имя не смотрел. И потом как бы уже, ну, так пошло, что никто их не восстанавливал и так далее, и так далее. Я думаю, что в течение вот будущих 10-20 лет нужно произвести определенные шаги по их восстановлению. Вот это, если это не будет сделано, да, и дом все еще будет ухудшаться, 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 ну, тогда можно достигнуть, так называемую, точку невозврата. Ну, когда уже смотришь, что она уже глубоко что-то, вот уже настолько плохо, что... То есть, обращаться не надо, надо все-таки стараться эксплуатировать. В смысле, стараться вот содержать нормально. Восстанавливать, да, и содержать. И по содержанию мы понимаем, что есть два подхода. Один, когда вы постепенно копите деньги и каким-то образом, вот, смотрите швы, ну, тогда швы, ну, мы просто элементарно посчитали, сколько швов и сколько через каждые, сколько лет нужно их делать, да, и сколько денег на это уходит. Или же один раз собраться и все делать целиком. Сейчас пока есть европейские деньги. Министерство обещает, что даже если они закончатся, будут другие инструменты финансирования по восстановлению, но другого пути в Латвии по жилому фонду, как восстанавливать его, нет. Нет, мы имеем такой экономикой, где мы могли бы все сносить и строить заново. Ну, не получится. С одной стороны, с другой стороны, вот наши исследования уже показали, что дома не в таком плохом состоянии, чтобы их не восстанавливать. И здесь простая экономическая составляющая, мы можем восстановить дом за 200-300 за квадратный метр, да, а построить новый стоит 1100-1200, ну, вот и все. А еще сносить его надо, еще где-то жизнь в это время, ну, то есть, ну, математической составляющей нет. То есть, идем путем восстановления жилого фонда. Были несколько раз также в Эстонии, смотрели, как они справились с этим, с этой задачей. Я слышал про опыт в Польше, там государство тоже вот сказало, что они соферансируют все это, европейские деньги закончились, и государство уже поняло, что это как один из приоритетов, и из этого они на это дают деньги. И здесь, в принципе, если, как к эстонации подошли толком, денег не нужно выбирать из экономики. Если ты восстанавливаешь дом, тогда в течение всего процесса около 32-35% государство, наоборот, получает как дополнительный доход от налогов. Стройматериалы, рабочая сила, стройка, все-все, и т.п. То есть, здесь нужно просто обозначить, что вот в бюджете, что вот эти 30-35%, с их же можно создавать простой фонд, который сам себе дальше разевает. Вот и все. Поддерживает. Да? 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. У вас есть возможность позвонить и задать вопрос. Также пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Еще один такой вызов, который стоит и перед Ригой снова Парвалднекс в том числе, это мусор. С 15 сентября меняется компания, которая обслуживает, и много разговоров на эту тему. 15 число все ближе, Совет по конкуренции против, министерство вроде одобрило, но при этом Совет по конкуренции все равно говорит, что есть вариант заморозки этого договора. Тогда у всех начинается, а что же будет, и вот расскажите с вашей стороны. С нашей стороны, во-первых, с чего это все началось и так далее. Как вы помните, это был один из факторов, почему министр решил, что мэр плохой, потому что эта закупка не была проведена. Потом проводится закупка, все молчат. Когда вот подходит 15 сентября, когда все встанет, вдруг все такие умные, нужно все это остановить и так далее. Здесь мы с одной стороны сейчас смотрим и пытаемся координировать договор по условиям договориться и так далее. Но с другой стороны смотрим, что происходит со всеми решениями по Совету по конкуренции и так далее. Ну, позволят, не позволят и так далее. Рано или поздно к этому, наверное, нужно было бы прийти, потому что чисто сейчас с хозяйской точки зрения, то что там 4 оператора в одном месте. Ну, я, например, сам живу в улице Дарси, частные дома, один мусорник к дому, другой мусорник к другому, третий мусорник к третьему. Разное время вывоза мусора. Но это кошмар просто с логической точки зрения, потому что если смотреть, как этот бизнес построен, там важна логистика. И если уже машина пошла, тогда она в одно время всех собрала и поехала. Это удобство для самих жителей, что там не грохотят эти машины за там... Я знаю, что меня выводят там в пятницу утром, у соседа за спиной в воскресенье, у кого-то еще в субботу. Они ездят, все же там мало места, все раз... Ну, все, как борта к меня не разъезжают и так далее. Это неудобство для всех. Ну, другой вопрос, как была проведена закупка, как вышли на тот тариф, который там определён, но это другой вопрос, опять-таки, да, экономическая составляющая. Но сейчас, если люди задают вопросы, задают ли вопрос вам, как Дома управления, что делать, заключать этот договор, не заключать его, что будет после 15-го числа? Получается так, что для клиентов РМП мы заключаем этот договор, потому что раз этот договор в силе пока с городом, и никто его не заморозил, как вы упомянули, никто его не отменил, значит, это закон, который нужно выполнять на данный момент. Значит, ну, мы поймём, наверное, в течение недели-двух, что с этим делать, и если мы заключим договор, людям никуда не нужно идти, но просто будьте добры, проверьте про своих декларированных персон еще раз, потому что вы знаете, какая система государства, любой человек в любой квартире может продекларироваться. Мне тоже люди писали о том, что вот у них там продекларировано три человека, но он живет один, я говорю, ну, будь добр, зайди через Латвию и посмотри, сколько у тебя там людей, ну, там же все видно, да, потому что, да, тариф будет выше, и из-за этого нужно внимательно к этому подходить. Еще одна такая актуальная проблема – это закрытие банка ПНБ, и в том числе деньги самоуправления там были, и клиентов, как вы с этим разбирались, насколько… Мы разбираемся с этим, здесь такое очередное, наверное, ну, сейчас нельзя сказать совпущение, но посмотрим, как процесс закончится до конца, потому что банк долго себе позиционировал, как очень выгодный для пенсионеров, очень много пенсионеров из-за этого держали свои счета в этом банке, да, И именно у них был выгодный для пенсионеров тариф именно по платежам, по коммуналке. Из-за этого, да, и мы так, самая большая компания, да, из-за этого, конечно же, самая большая часть пенсионеров наших клиентов там держали деньги и вели расчеты через этот банк. Мы, с моей стороны, дали ФХТК полной информации о том, что юридически мы считаемся как уполномоченная персона, это не наши деньги, получатель этих денег не мы, а поставщик, рикосудинс, рикосилтамсы и так далее. Ну, сейчас ждем их ответ, чтобы они воспринимали эти деньги как отдельные деньги каждого клиента нашего, да, а не как какие-то общие наши деньги, потому что это не наши деньги, это наша специфика, вот РМП, это не наши деньги. Если была бы это какая-то частная компания, да, тогда там по-другому можно это смотреть. В нашем случае это не наши деньги. И сейчас посмотрим, насколько вот государство и в том числе правительство, которое все это надирает, насколько они захотят в это вглубиться и... А там превышает вот ту сумму компенсации, да, которая вот... Если мы смотрим по отдельному клиенту, нет. Нет, по отдельному клиенту, понятно. По отдельному клиенту нет, ну, если все вместе, конечно. Давайте будем принимать звонки, их очень много, по двум линиям. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Так, нет звука, вторая попытка. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Так, 672-12-93-9, 672-13-93-9, и номер WhatsApp. Не слышно, наш конец. Да, вот WhatsApp, да, пытайтесь там, может быть, WhatsApp, пока мы наладим связь. Вот такой вопрос, который я хотел задать. Насколько сейчас мы знаем, что все предприниматели тоже жалуются нехватку специалистов? Как у вас в РНП с этим? Есть такое. Именно в тот момент, когда мы видим, что нужно больше и больше развивать восстановление домов. Тогда руководители приходят и говорят, что у них много позиций открыто. Из-за этого не получаете идти темпом, который я ожидаю. Из-за этого на следующий год мы планируем, что поменяем подход к расчету СМИТ, чтобы он был такой, чтобы люди были мотивированы работать у нас, и у нас пустых мест не было. И из-за этого мы могли идти быстрее вперед по восстановлению домов. Но да, нехватка специалистов есть, конечно. Еще один момент, который тоже хотелось бы обсудить. Знаем, что кризис в Рижской думе, он коснулся, наверное, всех компаний, которые были и продолжают быть связанными с Рижской думой. Насколько вас это коснулось? И были ли вы в этом подвешенном состоянии? Ну, наверное, не буду врать, и, наверное, все председатели компании, которые есть, и заведующие структур, смотрели, что происходит, и как это может кончиться. В то время самое плохое, что происходило, потому что мой приоритет именно восстановления домов, и мы разогнались до уже более 150 голосований про восстановление домов. И в тот момент, когда это бардак начался, банк сказал, ребята, стоп, 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 стоп. Подождем, когда в Рижской думе там все улягнется, вы все же компанией думы, мы не понимаем, что будет, да, там, с думой, с вами и так далее. Из этого приостанавливаем финансирование. И буквально вот только эта пауза длилась месяца 4, ну, где-то. То есть, банки не хотели давать финансирование на реконструкцию. Ну, они как партнер, в тот момент мы как партнер, мы стали непонятными, потому что в Думе непонятно, непонятно, что будет вообще с этими компаниями, что с руководством, они говорят, мы-то вас знаем, мы-то вас понимаем, но вас могут снять в любой момент. Вот другой придет, скажет, большая зачистка, всех снимаем, нас не интересует то, что сделал, так полагается в государстве, да. Да, объяснять причину. Не надо, не надо. По договору, например, у меня и у всех председателей, договор уполномоченность, нерабочий договор, мы спорить не можем. Он просто вот снимает и... Все, и свободен. Свободен. Ну, в такой атмосфере как работать? Давайте примем все-таки звонки, вводим, есть сообщение, что на радиосвязь. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день и доброе утро. Это вас побеспокоит измешенца. Скажите, пожалуйста, можно ли положительно решить вопрос и вообще рассматривать этот вопрос? Это вывоз мусора на человека. Вот у меня в доме половина собственников сдают квартиру в аренду. Естественно, там, если жило два человека, заезжает пять человек. Есть семьи, которые продекларированы, один человек постоянно живут, пять человек, шесть человек. Я пыталась решать этот вопрос, но вообще разрешим он или нет? Как ваш... Спасибо большое. Вопрос понял. Здесь есть два решения вопроса. Два метода есть. Или по вашему случаю, или по количеству людей, декларированных, или по площади. То есть, люди могут своим голосованием сказать, что они будут распределяться по площади. В своем доме. В своем доме, да. Ну, понятно, что или-или, да. Но это не будет исключать то, что в маленькие квартиры будут жить пять людей, да, и тогда по определенной к ним у них будет тариф повыгоднее. То есть, ну, нужно взвесить, какой из вариантов лучше, и тогда принять на собрание. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Будьте добры, у меня вот такой вопрос по поводу силтум-сервис, особенно в свете подорожания стоимости тепла. Значит, я настоятельно прошу, значит, сделать так, чтобы работники этой организации, особенно диспетчеры, которые на телефонах у вас там сидят, которые бы четко знали, какой интервал температур обязаны поддерживать у нас в квартирах. Потому что диспетчеры почти всегда спрашивают, вам холодно? Вам жарко? Что это за вообще подход? Это непрофессионально. Диспетчеры Рига Силтумс никогда так не делали. Поэтому они обязаны узнавать, какая температура, превышение нормы или уменьшение. Спасибо большое. Такая рекомендация. Хорошо. Слышали. Здесь вспомнил маленький нюанс прошлого топительного сезона. Почему спрашивает, холодно или горячо? Потому что это может быть в том числе субъективная информация. Мне говорят, что мне холодно. Приезжаем с мастерями на объект, на вызов. Девушка в майке. Вам холодно? Замираем температуру 22 градуса. Это один нюанс. Второй нюанс. Мы видели, что люди уже запрашивают более большого комфорта. Они спрашивали нас устанавливать температурный режим не там 18-22, а 22-24 потеплее, чтобы было. Мы им рассказывали, понимаем, поднятие на каждый градус там плюс 5% к счету. Ничего. Хотим, чтобы было теплее. Это одно. А второе новшество, что уже около 1000 домов в экспериментальном порядке устанавливали датчики отдаленного считывания. И уже, скажем так, в этих домах уже отдаленно можно будет видеть, что происходит с температурами и поднимать и отдать. То есть, это уже такая современная система. И на компьютере будет видно. Да. То, что я еще не сказал, что анализируя прошлый отопительный сезон, в том числе и сдержки людей именно по новому оператору с сервис Риги, сопоставляя с предыдущими годами, сколько это обошлось жителям, тогда именно за обслуживание теплосетей жителям это обошлось на 17% меньше. То есть, все-таки эффективно. Да, да, да. Я так понимаю, что дальше будет это внедряться, еще больше домов будет подключаться к этой системе, да? Да, конечно, чтобы отдаленно уже можно было... И тогда уже диспетчеры не будут спрашивать, холдые жертвы. Все видно будет, да. Еще один звонок, наверное, успеем принять. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какая функция на предприятии депутата Валерия Петрова? Раньше он рассказывал, что он закупает скрепки и бумагу. А чем он сейчас занимается? Спасибо. Вопрос дня, да? Чем занимается депутат? Раньше он закупал, наверное. Это было до моего времени, потому что он был в отделе ресурсов. И сейчас он работает моим советником. То есть, вместе с ним мы разрабатываем проект колл-центра, уже своего колл-центра, потому что на данный момент нас же обслуживает LaTelecom, как те, которым вы звоните, как все жители, вот вы попадаете именно на LaTelecom. Ну, к сожалению, мы не совсем довольны. И в то кризисное время они не справлялись. Из-за этого мы такой большой проект замахнулись, как создать свой колл-центр. Уже помещение есть, уже проектируется все и так далее. Набираются люди, так что будем запускать. То есть, люди будут звонить непосредственно уже сразу? Да. Сейчас еще из последней актуальности с Валерием мы обсуждали именно договор по мусору и так далее, потому что много всякого рода нюансов и понять, как правильно сейчас поступить к всему этому вопросу. Большие глобальные вопросы. Скрепки больше они не закупают, это точно. Да. Вот такой вопрос, который, наверное, тоже часто задают. Мы понимаем, в какой ситуации есть в доме. Вот даже радиосуточница звонила, что часть людей сдают квартиры, там не проживают, часть, не знаю, квартиру закрыли, уехали, там, не знаю, на заработки. Такова сейчас жизнь. И когда вот происходит какое-то собрание по решению вопроса, не знаю, по утеплению дома, ну, тяжело, во-первых, людей собрать, во-вторых, непонятно, кто за, кто против. Как в этой ситуации вообще сейчас действовать? Что законодательство позволяет? Вот вообще неправда, вот это показывает то, что 150 домов за полтора года проголосовали за инновации. Это рекордный счет, когда людей могли собраться и сказать... Все-таки смогли, да. Смогли, да. Это, во-первых. Во-вторых, именно по голосованию и в том числе про реновацию голосования есть исключение в законе, которое позволяет, в принципе, любому соседу или родственнику выдать доверенность. Но это доверенность по исключению закона. И нет необходимости ее идти удостоверять у нотариуса. Это простая бумажка. То есть, просто от руки написано? Просто от руки написано. Вы находитесь в любом месте. Англии еще где-то вы написали, послали по почте, засканировали, прислали нам. Это все элементарно делается. Это очень просто и эффективно. То есть, было бы желание все это решить? Да, было бы желание. И вот 150 голосований показывает, что желание есть. И собираются люди. Да, это трудно. По-другому. По-второму разу. И то, что не закончилось, что наконец-то, когда в доме все устаканилось. Позапрошлой неделе мы тоже получили уже решение банка. Да, вот следующие 3 миллиона вам на вопросы реинновации мы все выдохли. Тогда был большой стресс, потому что жители уже проводили какие-то работы. А денег-то нет. Строитель ждет тоже, да, там не понимает. Там еще была часть проекта, которая шла через программу Рыжской думы по софт-финансированию. Они тоже не понимают. Ну, а как? Уже было заседание. Как закрываться будем? Мы говорим, пока решений нет. На тот момент единственное решение было, что банки согласились, что они нас не будут финансировать, но они могли бы финансировать отдельный дом, если дом создает бедрибу. Жители говорят, ну мы пришли и проголосовали из-за нас, а не доверять нам. Они как-то этот шаг создания бедрибы, и что бедриб идет, они как шаг к отделению от нас. Они это психологически не воспринимают. Мы проголосовали только то, что здесь работают эти люди, мы им доверяем, то, что это РМП, и РМП принадлежит саму правлению. Из-за этого мы понимаем, что мы компания не однодневная, мы не исчезнем с их деньгами и так далее. Это большие финансиальные обязательства. И когда вот это была пауза, тогда вот очень трудно было работать. Насколько вот есть взаимодействие между центральным РМП, так можно сказать, и какими-то отделениями на местах? Потому что у многих жителей сложилось такое ощущение, что все решается в центральном офисе. Нет, 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 это не так. А в центральном офисе, да, решаются какие-то глобальные большие вопросы, но вся информация… То есть, если проблема какая-то вот такая мелкая, не знаю, там, ну, хотя мелкая для многих это не мелкая, крыша, да, да, или там подъезд. Все участок решает, все участок решает. Чтобы понять, как создается работа, участки информируют нас о том, в каком состоянии, о том, как они видят, о том, какие приоритеты на следующий год нужно было делать. Да и самим жителям не надо сразу к вам бежать в центральный офис, можно на участке все это решается. Да, на участке все решается, но вот вчера одна жительница с Лыгой Дунитритис ко мне позвонилась, дозвонилась, говорит, вот должны были проводиться работы, их нету, что делать, да, приезжают мастера, там какая-то, ну, непонятка. Ну, решили телефонной конференции, созвонились с участком, решили все, и все пошло, поехало. Вот так вот, частным путем. Да. Надевайте наушники. Еще один звонок, наверное, примем. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ренсену 29 вас беспокоит. Сделайте радиопиемный. Какая улица еще раз? Ренсену 29. Ага. Ремонт они делали 10 лет. Я к вам обращался, записывался, почему к вам не попасть? Сколько председателей не сменилось, ничего не меняется. Вы боитесь встречаться со своими клиентами, что отвратительное обслуживание? Ренсену 29, да. Понял, знаю. Так, во-первых, я действительно просто так не встречаюсь, потому что время дорогое, и я хочу за это время сделать по возможности больше. Мой личный канал, который завел своего первого дня в РМП, я лично уже обслужил более 10 тысяч клиентов. Более 10 тысяч. Лично. По телефону. Через имейл и так далее. Почему это возможно? Потому что там я прошу информацию в сжатом конкретном виде. Мне пишут люди, ну, придете, когда вы к нам придете, пообщаться. Я говорю, ребята, что конкретно, проблемы, где начались, как вы их видите, что вы хотите. Если люди не могут определить, что они хотят, не буду встречаться. Потому что, ну, слишком дорогое время. За то время, пока я буду просто, извините, болтать, да я понимаю, накопилось, я понимаю за все время, там, вот 10 лет ничего не делается и так далее. Но я встречаюсь только тогда, когда есть конкретные вопросы, и которые я отдаленно не могу решить. Потому что там бывают очень простые вопросы, и сразу понимаешь, что это, даю указание, сделать так или это. Что в этой ситуации человеку делать? Куда ему обращаться? Где, может быть, его там выслушают все, что наболело, и могут что-то делать? Я сейчас наберу последнюю нашу коммуникацию по Ренсену 29. А, все-таки были эти коммуникации, да? Коммуникации были, конечно. Но человек же говорит, что он со мной общался, да, и ничего не меняется. Ну, раз ничего не меняется, тогда, может быть, не совсем проблема в нас. Сейчас, да, насколько я помню, этот дом не типовой застройки. Сейчас, дайте зайти. Сейчас я быстро делю. Сразу в прямом эфире все вопросы попробуем решать. Ну, все нет. Нет, мы не решим, но мы... Я думаю, что этот дом... Помню. Ренсен 29. Думаю, что этот дом я помню. Сколько вы вообще тратите? А, знаю, знаю, знаю. Знаю, знаю. Этот дом не типовой застройки. И, скажем так, брак. Брак того момента, когда вся недвижимость там был бум, строилась, строилась, там все очень некачественно. Там кардинально нужно решать все. Ну, это решается как-то? Ну, те вопросы, которые маленькие, что-то, я помню, там какие-то были в асфальте, в Бедерсе, там еще, то, что можно просто простым путем решить, пойти и заделать, то решаем. То, что там глобально, ты понимаешь, там все перестраивать надо за большие деньги, ну, принимайте решение, будем перестраивать. В Бедерсском предместе, по-моему, да? Там нам тоже и слушатели, и читатели портала «Микс Нью Соловой» тоже сообщали, что есть дворы, где до сих пор кормят котов, кормят их прямо под окнами. То есть, если ты живешь на первом этаже, открываешь окно, у тебя под окнами там дверь в подвал. Есть вот эти окошки в подвалах, да, в обычных типовых домах, которые закрыты. Насколько это легально? Можно ли их закрывать самим? Или надо вызывать ригасного парламента, чтобы они как-то помогали? И кто в этих вот спорах прав, кто виноват? Что делать? Если спор острый, он же там долго, да, тогда мы все же просим жителей определиться. Ну, часть за котов, часть против котов, ну, тогда давайте принимайте решение, мы просто выполняем ваше решение. То есть, вы забетонируете вход в подал или что? Ну, мы найдем решение, там, ну, там, какую-то решетку поставить, чтобы был и обмен воздуха, но и коты не попадали, да, ну, тогда будем, если там будут появляться дырки, их опять менять и так далее. Ну, просто людям нужно самим определиться, что вы хотите, да, там, ну, вы за котов или против котов, да, там, ну, и общение между людьми тоже никто не исключал, и, наверное, во-первых, нужно поговорить с соседями с соседями, да, о том, что вот давайте кормить, но не здесь именно, а может, там, вот, есть какая-то полянка подальше, которая бы никому не мешала, там, объяснить, там, друг другу, почему это мешает другому. Вот, одному нравятся коты, другому нет, ну, просто общаться, простым общением решить вопрос, но если не как уже, тогда собираться принимать решение, что здесь зона захвата котов или, наоборот, здесь зона, давайте коты сюда все. То есть могут сами жители решить? Конечно, 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 ну, также вы видите, там, где эти домики стоят и так далее, но кто-то нам попросил их там поставить, мы, мы, мы поставили, потому что если это торцевая стена дома, ну, почему нет, и жители этого хотят, потому что, чтобы это не было каким-то фанерным путем, а уже нормальным, красивым путем, да, чтобы это было сделано, ну, вот и все, просто дайте знать, что вы хотите. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, буквально минутку у вас остается, если хотите еще задать, в газетях у нас председатель правления муниципального предприятия. Последний звонок принимаем, сейчас, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро, я хочу, честно говоря, его рассказать спасибо, потому что человек мне действительно помог, это был случай буквально в этом году, зимой, под конец отопительного сезона, у нас есть сосед, который терроризирует весь дом, ну, относительно, если можно выразить, вот, он периодически то выключает, то горячую воду, то холодную, и такой случай произошел уже буквально там часов 6-7 часов вечера, когда никто уже не работал, да, то есть отключили, был на улице мороз порядка, наверное, минус 7 градусов, да, отключили батарею, то есть, ну, понимаете, что это такое, вот, и, значит, я звонил в обслуживающую компанию, а мне сказали, не, ну, что вы там, типа, мы, может быть, завтра кого-то пришлем, я написал Айвору, это было уже не рабочее время, тоже, наверное, уже близко к 8 позже, и человек посодействовал, и буквально через там час-полтора появилось отопление, да, то есть меня, можно сказать, послали в обслуживающую контору, а благодаря Айвору, то есть эта проблема была решена. Большое спасибо, до свидания. Спасибо. Пользуйся, загруженные слова, да, обычно, так не бывает. Обычно всех ругают за отопление, да. На этой ноте и закончим, пожелаем вам удачи с начала нового отопительного сезона. Председатель правления муниципального предприятия Рига Снаму Парвал, NEX, Айвор Гонтарю был у нас в студии.